Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала, в этом видео я расскажу вам о китайской атомной противокорабельной подводной лодке тип 091 Хань. Подводные лодки проекта 091 Хань, китайское обозначение 091, серия китайских атомных подводных лодок, построенных в 1967-1991 годах. Уже в 1956 году, еще до того как Китай спустил на воду свою первую дизельную подводную лодку, проект ядерных силовых установок для подводных лодок был принят в качестве национального приоритета самим МАО. То, что это будет сложной задачей, стало совершенно ясно после отказа Москвы участвовать в этом проекте. Предвещая приближающуюся зиму советско-китайских отношений, МАО с возмущением отреагировал. Мы будем строить ядерные подводные лодки, даже если для этого потребуется 10 тысяч лет. В июле 1958 года Политбюро утвердило амбициозный план разработки ядерных двигателей и БРПЛ одновременно. Культурная революция конца 1960-х нанесла сильный удар по китайским подводным силам. Из-за своей зависимости от квалифицированного технического персонала и иностранной помощи, сотрудники военно-морского флота были гораздо уязвимы для крестового похода против интеллигенции, чем доминирующая армия. В 1966 году ведущий конструктор Хуан был судим. Его обвинили в том, что он вражеский агент, и только вмешательство премьер-министр Чжо Инлай спасло его от наказания в виде разведения свиней. С чувством юмора у китайцев все в порядке. Все это привело к тому, что первая АПЛ серии 091 Хань строилась 25 лет. Страдающий от детских болезней, свойственных первенцу, проект 091 Хань, тем не менее, стал гордостью китайского флота. Первая торпедная подводная лодка типа 91, также известная как лодка типа Хань, была заложена в 1967 году. Она была введена в состав действующего флота в 1974 году, но вероятно из-за технических проблем, связанных с реактором, подводная лодка 401 в течение 10 лет так и не была окончательно введена в эксплуатацию. Еще четыре лодки вошли в состав флота в 1980-е годы, последние три из них были на несколько метров длиннее и имели вертикальные пусковые установки для применения противокорабельных ракет без использования торпедных аппаратов. Атакующая атомная подводная лодка тип 091 имеет двухкорпусную одновальную конструкцию. Прочный корпус разделен на семь водонепроницаемых отсеков. Над вторым отсеком находится рубка. Выдвигающиеся из рубки мачты снабжены перископом, антеннами радаров, системами радио и спутниковой связи, а также навигацией. Впервые в ВМС КНР проект имеет один, винт вместо двух. Проект не является копией какого-либо из зарубежных проектов, а конструктивно ближе всего к французским лодкам типа Рюби, хотя и существенно крупнее последних. АПЛ-091 Хань оснащены многоцелевой боевой информационно-управляющей системой, имеют радар наименование НАТО СНУП-3 и стационарный среднечастотный гидроакустический комплекс Траутщик, работающий в активном и пассивном режимах, а также низкочастотный гидроакустический комплекс ДУУКС-5 для пассивного обнаружения и сопровождения целей. Система РЭП включает датчик радарного облучения тип 921А и радиопеленгатор. Подводные лодки оснащены турбоэлектрической атомной силовой установкой с одним водяным реактором, работающим под давлением мощностью 90 мегаватт. Боевая эффективность АПЛ типа 0.91 Хань по сравнению с американскими и советскими подводными лодками тех же годов постройки оценивалась как достаточно низкая, особенно в части бесшумности, оружия и гидроакустических систем. Положение улучшилось после проведения модернизации, во время ремонта лодок в конце 90-х годов, во время которого их корпуса были покрыты плитами из специального шумопоглощающего материала, что снизило их акустическую сигнатуру. Кроме того, подлодки получили новые, управляемые по проводам противолодочные торпеды и, возможно, противокорабельные ракеты с подводным стартом ИТШ-8. Следующее поколение АПЛ типа 0.93 было предназначено для замены лодок типа Хань. Строившиеся при содействии России, как сообщалось, по проекту, повторявшему основные черты советских лодок типа Виктор Третий, в свою очередь, близких к американским лодкам 1970-х и 1980-х годов типа Стерджин. Но несмотря на то, что первая лодка находилась в процессе постройки на верфи Хулуда с 1994 года, выполнение программы много раз откладывалось. В качестве промежуточной меры, как полагают, ВМС КНР рассматривали возможность аренды или приобретения у России подводных лодок типа Акула. Дорогие друзья, спасибо за просмотр! Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик. Будет много интересного!